скажите пожалуйста слышно ли видно меня вижу первые плюсики до светлана спасибо вижу от вас комментарии алина алена ольга всем добрый день отлично значит сейчас когда буду вам рассказывать о отеле конрад презентацию если у вас есть какие-то вопросы прямо сюда пишите в этот чат если я вижу походит по ходу рассказа отвечаю или если не ответила во время тогда я отвечу на ваши вопросы в конце обязательно будет для этого времени и также у нас в конце будет викторина так что не расходитесь все самое интересное у нас будет концерт и теперь давайте я представлюсь меня зовут наталья снегирёва я являюсь сотрудницей отеля конрад мальдивы зам директора по продажам и в на конрад я работаю уже восемь лет так что у меня осталось сказать большой послужной список и хорошее действительно знание этого отеля вот сегодня буду делиться с вами последней информацией и также своими впечатлениями вот надеюсь вам будет полезно опять же если есть вопросы задавайте ну что же давайте начнем начнем с того как бы да как попасть в отель конрад для этого нужен перелет на гидросамолете полчаса вот и мы находимся отель до находится вот в атолле южный ари а помните это толки выдаются большие киповы околы еще будем и не дальше говорить итак отель конрад относится категории 5 делюк сам отель он состоит из двух островов как вы видите на картиночке на и они между собой соединение мостом вот здесь я взяла указочку показываем надеюсь видно основной у нас остров вот этот это здесь находятся все пляжные виллы вот и вот второй остров вы видите здесь у нас нет ни одной пляжной виллы здесь только водные виллы по периметру этого острова расположены соответственно у нас такое позиционирует что-то на взрослый остров с водными виллами да то есть мы здесь размещаем только взрослых за исключением вот одним небольшим исключением вот здесь вот две большие двуспальные виллы ну вот мы предлагаем здесь разместиться семьями с детьми вот и с другой стороны вот этот блок водных вилл здесь у нас могут в том числе семьями детьми размещаться к тому же у нас в этом блоке вилл все они двухкомнатные ну вот это или гостиная спальня или две спальни вот как бы такой у нас будет ну по структуре да по позиционированию структур опять же у нас инфраструктура дублируется два ресторана нас на завтрак это один на шведский стол на основном острове и второй ресторан а лакард на вот вот этом взрослым острове также здесь есть другие рестораны бары второй спа тренажерный зал есть вот такой второй бассейн да и зона отдыха для взрослых вот в общем когда то есть у нас и там и там есть своя инфраструктура дальше ну что еще сразу у нас у этой картинки бросается в глаза наша такая отличительная особенность конреда это это вот эта шикарная лагуна для плавания здесь нет течения волны то есть видите она получается у нас находится защищена двумя островами и границами рифа вот и здесь очень комфортно купаться поэтому для любителей длинных заплывах рекомендуем до селиться на этой стране а вот а если как бы с другой стороны вот этого страна здесь находится наш домашний риф под до которого можно доплыть до снорклить и здесь соответственно по пляжу немножечко отличается у нас вообще очень хороший пляж да поскольку конред это натуральные острова натуральные пляжи просто немножко вход вот здесь он более длинный пологий а с этой стороны более за код резки да делаем пару шагов да вот это у нас лагуна и вы сразу достаточно глубоко становится поэтому я бы сказала что та сторона кто или для любителей рифа или кто хочет маленькими детками а этого для любителей длинных заплывов вот так бы я сказала вот ну что же давайте поедем дальше уже самое важное конечно что кондрит нас отель с историей но мы провели реновацию проводили да и наконец-то мы закончили двадцать третьем году с прошлым прошлой осенью вот все виллы и инфраструктура тоже были обновлены и стартовая наша категория дальше сначала пройдемся по пилам это так и называется бичвилла смотрите по нюансам да вот так она выглядит после уже реновации здесь есть зона отдыха с диваном которая по периметру закрывается шторами вот вы видите на картинке и соответственно это более приватный вариант размещения для экстрабет ну да для тех кто там проживает и здесь можно как бы мы селим одно место будет у нас как раз таки на диване мы засыпаем кровать а второе место можно по счету кровать оставить и мы можем здесь разместить два плюс два вот так вот продолжение нашего бичвилла у них свой выход на пляж это вилла без бассейна стартовая категория со своим выходом на пляже вот такой вот зоны отдыха во дворе с такой вот беседкой также имейте ввиду что бичвилла стартовая категория они у нас находится в блоках по четыре домика у них у всех да они между собой здесь вот такая перегородка видите на на фото вот и у и выход на пляж у каждой свой ну и вот бичвилл у нас встречается в плане да здесь заход все раз спальный вот эта зона отдыха по которой я вам говорила да можно огораживать сделать более пиватным вариантом размещения также ванная гардеробная здесь у нас выход на улицу душ на улице еще есть и беседка следующая категория это у нас уже в два раза больше предыдущие это 300 квадратов и вот такая красивая вилла она у нас уже до 2 раза больше предыдущие это 300 квадратов вот это своя терраса с бассейна что еще я хочу обратить ваше внимание да но то что поскольку конрад уже у нас давно это цель нас очень густая растительность и и вот бассейн террасу с нее не видно пляж с пляжа соответственно не видно бассейн и террасу да то есть очень такая приватная получается территория и идет такого дорожечка да среди этой зелени на пляж что это еще как бы значит во первых дополнительная приватность для гостей да и другой момент мы не продаем наши пляжные категории как sunset или sunrise потому что непосредственно самой виллы не видно да не закат не восход для того чтобы это увидеть нужно выйти на пляж на где стоят отжележаки от пляжа будет видно вот запись должна быть вот если алексей еще может отписаться чат где должна быть запись если все хорошо так и соответственно да рассказать это рассказала на пор и про сенсор сандрайт давайте в этом дальше на базе вот этой предыдущей категории мы до лакс бич вилла мы сделали ту бедрум до лакс бич вилла где у нас появляется вот эта спальня за двумя кроватями это семейная категория на то как стали нас неравнозначные то есть вот часть виллы да у нас получается терраса с бассейном спальня ванной комнаты гардеробными коридор то же самое вот прямо аналогично как у делакса а дальше мы делаем вот здесь улица по улице проходим и здесь вот получается такой отдельно стоящий домик со своей ванной комнаты до душ и туалет и раковины все есть в этом один стоящим домики соответственно здесь у нас такая же площадь 30 квадрат как предыдущий дилакс бич вилле с бассейном но две спальни до предыдущих вилле у нас размещение было давать еще два плюс один вот здесь мы размещаем четыре человека также при желании в целом да по виллу в виде исключения если у вас есть такой запрос например гости не проходят по бюджетам например в эту виллу хотят разместиться вчетвером предыдущие пожалуйста размещайте такие запросы в виде исключения мы тоже можем такое подтвердить вот так что чисто теоретически ну как бы то смогу что здесь 4 человека но в принципе еще один ребенок у нас может в эту спальню можем разместить вот в этой спальне вместе с родителями что здесь у нас экстребать уже не встанет по площади вот у меня вопрос насчет бич виллы 150 квадратов площадь бич виллы вот два раза получается меньше чем вот это и так дальше еще какой момент да тоже по стоимости обратите внимание да то есть это не будет стоимость сьютов да она естественно будет дороже предыдущий но достаточно для для всех гостей которые хотят уединиться и следующая категория это самая большая у нас категория на пляже 3 bedroom бич сьют видите у них даже есть своя комната для видеоигр вот в этой вилле два бассейна три спальни большая вот такая гостиная со столом как это выглядит в плане даже чтобы максимально понятно было фактически если мы структурно посмотрим то это как делакс бич вилла здесь вот такая большая гостиная нету bedroom делакс бич вилла если структурно посмотреть то есть вот у нас 1 спальня 2 спальня и третья тоже вот такая спальня ответ это не спальня это у нас беседка с дневной кроватью такая зона отдыха и можем здесь разместить 6 человек 668 очень большая ведь у квадратов это вилла вот так же как я вам говорила при желании какая-то большая семья можно еще тоже дополнительно добавить и это были наши все пляжные категории теперь мы с вами переходим к водным виллам сначала мы поговорим о водных виллах которые находятся вот рядом нашим основным островом да где мы размещаем семьи с детьми помните игру что здесь две комнаты вот это кстати наш основной спа рядом с ним еще спа-ресторан вот а это собственно блок грант water will они будут все иметь своем названии они с той стороны не повторяются да это эта категория находится только здесь поэтому вы точно знаете когда приобретаете какую-то категорию где она находится собственно начнем мы с варианта гостиная и спальня да это у нас грант water вилла здесь ничего не сказано здесь у нас будет джакузи там где написано грант water вилловый спул соответственно это будет у нас вариант с бассейном как на фото вот соответственно здесь вот спальня да чем она отличается других наших водных вилл она вот расположена вот рядом с такими окнами пол соответственно прямо с кровати действует непрерывный вид на океан здесь это у нас тоже за телевизором будет токнуть пол вот такой очень полная этого воздуха и и вида на такой коннекции получается чистите зубы в ванной а там крабик на свае также сюда кстати здесь проживала и предплыла манта было очень хорошо видно на большая такая черная и как бы тоже такой восторг кстати да немножечко скажу про нашу живность действительно в конраде очень много и разнообразные морской фауны у нас очень много мантов ряда 2 манта point коллеги регулярно присылают видео с мантами которые плавают у нас под мостом помните у нас там такой был мостик между островами ночью там включают огни это свет и соответственно на рыбки плывут на свет в том числе и манты и вот там они как бы очень часто не именно оттуда они попадают в объектив камер но не только да можно увидеть даже видите как и на вилле и гуляя вот по вот этим своим даже без норканга есть черепашки есть много разных рыб так что еще раз повторюсь да богатый на морскую фауну и так гранд ватервилл давайте продолжим дополнить это у нас вход большая гостиная ванная комната и вот здесь переход спальню отдельно стоящим также вот эта у нас категория с джакузи видим на террасе джакузи и вторая в этом помню у нас бассейн следующая категория две категории тубэдрун тоже с бассейном и джакузи и здесь у нас она в общем-то очень похожа на предыдущую помимо того что здесь меняется концерт на две спальни и к ней добавляется тоже вторая ванная комната собственно вот мы там план мы входим вот здесь да у нас будет основная спальня здесь ванная комната здесь вот проход во вторую спальню также вот вот здесь вот вместе у нас появляется вторая ванная комната и тут тоже да вот у нас категория витин террасе с бассейном и есть они также с жакути так это у нас гранд ватервилл размещаем мы с детьми были рядом с основным остром а теперь мы переходим до вот нас как раз у нас сейчас моста на второй остров у нас есть баги также есть мальдивские лодочки дони которые ходят у нас между этими островами и собственно вот этот наш взрослый остров да с водными виллами видите как раз это у нас сторона заката да а вот здесь вот немножечко вилл небольшой блок вилл sunrise которые идут на сторону восхода они так и будут собственно называться да не перепутать и вот эти наши две двуспальные виллы где можно отмечаться с детьми вот на этом хвосте находится еще потом вам покажу их немножечко больше вот наша зона тихая зона с бассейном вторым вот вот здесь вот как раз находится ресторан там для завтраков он будет с этой страны отсюда не видно остров совсем другой по атмосфере здесь такая яркая тропическая джунгль вот такая зелень классная но вот и соответственно ну как бы совсем другой дух курсора не видно вообще мне показывает показывает курсор а другим пожалуйста скажите тоже не видно мой курсор окей спасибо татьяна может вам то немножечко пер перезагрузиться потому что вот коллеги другие говорят кому видно кому не видно да да я продолжу соответственно это у нас фото зереновированных водных вилл которые находятся именно как раз на этом острове разные категории вот слева на глакс ваттер вилла такая очень романтичная здесь у нас вариант sunrise и sunset water виллы и они как похожи между собой по площади отличаются бассейном вот ну и соответственно видом на закаты или на восход здесь вот еще такая премьер водные виллы достаточно большая категория высокая и самые вот как раз большие виллы двуспальные на этом острове это двухспальные тубе драма галюшин павилин эти виллы у нас отличаются наличием здесь прозрачного пола в гостиной да и тут две спальни каждая своей ванной комнатой такой вот инфинити бас джакузи на террасе там же также на стол большая терраса как раз идеально подходит для семейного отдыха что еще хочу обратить по этим виллам то что вот видите вот этот кусочек пляжа он здесь у нас там стоят стоечки что-то частная территория сюда не заходить вот соответственно у них вот этот кусочек полностью приватный и вот даже это вилла ведь у нас кусок мигрировал она частично у нас стоит на пляже вот и у гостей получается здесь вообще полностью их пляж так ну что же поедемте дальше и самая наша топовая вилла это уникальный проект подводной спальней как видите на фото называется он мурака что в переводе с местного языка означает коралл мы эту виллу поставили со стороны домашнего рифа вот смотрите да получается вот где находится у нас это дело белое это надводный этаж как я сказала страна рифа чтобы приплывала приплывали морская живность рыбки и так далее вот отдельно стоящая видите как она удалена от всех вообще любых других строений вот и получается у нас первый надводный этаж здесь две спальни и под водой еще одна итак у нас план верхнего этажа две спальни вот одна получается king своей ванной комнаты 2 twin тоже с ванной комнаты дальше слева страны небольшой тренажерный зал и помещение для прислуги и далее большая гостиная столовая зоны здесь есть специально оборудованная кухня где шеф-повар может прийти приготовить для них завтрак или если они хотят там ужин да ну в общем прямо здесь по их заказам вот две террасы это нас на закат большая и основная большая терраса с бассейном смотрят на восход здесь глубоко можно сразу же дельфинчиком в воду нырять вот и дельфинчики кстати тоже бывают прибывают и видны с этой виллы вот и а дальше если по плану смотрим вот здесь у нас лифт вниз и также винтовая лестница да мы говорим три спальные максимальное прямо размещение это 6 взрослых и трое детей вот так вот выглядит у нас фото сверху да вот терраса соответственно гостиная с баром вот смотрите какая шикарная основная спальня которая сверху вот и там дальше вот видите идет ванная комната у нее тоже получается такой окна там в пол да и такой же шикарный вид из ванны непосредственно вот и под водой еще 100 квадратных метров мы спустились здесь у нас ванная комната гардеробная спальня и ванная не ванная а лаунж сказал уже ванна вала он же делаем виде кинотеатра идея такая чтобы смотреть сидеть и смотреть на рыбок вот у нас ночной получается ночная съемка также хочу сказать что много деталей и мелочей в этой вилле продуманы например белье у нас такого сероватого до цвета чтобы она не отражалась в стекле в этом куполе специальная ридеревский коллекционные бокалы за гостями этой вилл у нас закреплен багги свой да и батлер соответственно любой момент может отвезти куда они хотят вот и еще разочек по местоположению да вот у нас основной остров вот у нас второй остров взрослый и вот здесь где наш домашний риф находится вот красный отметила это вилла мурак да также хочу обратить внимание что у нее здесь есть свой причал для гидросамолеты в том случае если гости берут частный гидрик то они пристают прямо сюда а второй вот причал где у нас все прибывают это вот на платформа на мосту вот здесь вот посередине этого моста здесь у нас все остальные гости прибывают ну что же давайте мы продолжим нашу тему которая важна для наших гостей да и является сильной стороной отеля конрад это 12 ресторанов и баров до расположены на двух островах какие планы питания мы можем предложить ну наверное я бы начала с hb даже не сбб потому что фактически всегда мы продаемся на спо bb равно hb за исключением новогоднего вот этого фестив периода а вот там нет а все остальные весь остальной круглый год да что у нас входит ваш бы это ужин по системе дайна раунд соответственно дайна раунд у нас это шведский стол или 5 лакарт ресторанов на выбор то есть у них уже шесть вариантов идет на выбор а также действует депозит других ресторанах которые вот не вошли например в подводном ресторане он естественно не вошел в эти 5 лакарт там можно по ужинать быть вычете вот этот депозит из стоимости стоимость депозита на 145 долларов на взрослого вот дальше full board это соответственно добавляемся сюда обед обед у нас не по системе шведский стол это будет в лакарт ресторане с отменю и варианты с пакетами напитков их два безалкогольный пакет напитков да там со свежевыжатыми выжатый со свежевыжатыми соки смузи молочными коктейлями и так далее да и полный пакет который включает себя весь безалкоголь и добавляется соответственно вина в том числе и гристое пиво крепкие напитки и некоторые наши коктейли классические вот это меню с напитками лежит на двух барах у нас на ипаде когда и соответственно гости помимо обеда и ужина где они дают это они могут подойти на бар и в неограниченном количестве до заказывать напитки из этого пакета поэтому я да ну на предыдущем слайде написал что похоже на у нас на он плюсик на него как бы скорее все-таки full board плюс я бы правильно это назвала вот такая есть у нас максимальная опция это завтрак обед ужин и пакет напитков да это есть пока бар у нас работают пакет напитков доступен дальше по разнообразия то есть у нас в коннорде отличное разнообразие вы уже наверно поняли по ресторанам и также качество еды у меня последнее время только хорошие отзывы о том как вкусно на завтрак у нас два ресторана шведский стол и а лакард и вот этот ресторан виллу который а лакард он также вечером работает как итальянский ресторан слева да вот у нас на картинке это китайский ресторан здесь шеф-повар отлично готовит вагю ну и вообще у него мясные блюда шикарно получается здесь классная китайская кухня удобоваримая для наших европейских желудков да вот с такими положительными отзывами тоже получают вот этот бар сверху у нас получается через два и здесь мы предлагаем вечера фондю вот внизу рангали бар это основной бар где можно понятно что заказывать еду и напитки но помимо прочего у нас здесь находится танцпол то есть это такое место тусовки и сюда вечером гости часто приходит на дринг мы какие-то мероприятия например здесь отмечаем так же у нас будет скоро хэллоуин здесь проходить да будет украшать будем его украшать и также конкурсы на костюмы обычно у нас устраивает здесь висит экран показывают кино мультики у нас есть свой домашний бэнд который исполняет живую музыку определенные вечера мальдивские вечера тоже у нас проходит есть диджи тоже как в определенное время он определенные вечера выступает так что как бы достаточно активный да тем не менее я бы еще еще раз так скажу что конрад это мальдивская классика и в интерьерах да и вот в ресторанах вот который мы реновировали и скажем классить есть активности но в таком более классическим варианте да не так у некоторых там новых отелей которые построились здравствуйте подходящим коллегам и продолжу да наш фирменный ресторан до подводный здесь предлагают сет меню на обед и есть конечно же ужин и а также у нас еще здесь есть такой вариант как visiting hour то есть это один час который идет перед обедом и гости да что они получают время вот бокал шампанское кнопки легкие вот если это ребенок безалкогольный какой-то напиток ну или взрослый плане пьет алкоголь и вот этот час можно здесь вот так вот пофотографироваться провести время потому что просто так в ресторан нельзя зайти посмотреть подводный ресторан называется это дальше at all market у нас это шведский стол помните ли у нас проходят завтраки и ужин и еще на что хочу обратить внимание что здесь у нас проводят на ужин и тематические вечера например средиземноморская у нас и средиземноморский вечер мальдивская ночь азиатский вечер с азиатской кухни соответственно вот не меняем до стараемся менять концепцию станем чтобы было разнообразно и интересно гостям внизу sunset green соответственно это такой вот домик на воде с террасами романтическими и здесь у нас предлагается мясо морепродукты рыбы гриль конечно же а вот это вот очень атмосферный ресторан в зоне спа помните начале вам показывал что для нас основной спа и спа-ресторан и но вы видите как он сделан короче ему такое много в нем воздуха пространство и здесь и мы как бы предлагаем и обеды и ужины здесь у нас здоровая кухня здоровая кухня это не значит это не значит что мы исключаем мясо или рыбу нет это все здесь присутствует также как и алкоголь но блюдо действуют делятся по стихиям огонь вода земля воздух да вот таким образом и для желающих вот кто-то может может делать акцент на какую-то одну из этих стихий далее японский типаньяки ресторан в на втором вот у нас острове взрослым да здесь у нас ужины по сет меню также на этом острове вот такой погреб у нас второй винный погреб находится с большой коллекцией вина здесь мы проводим ужин и дегустации выбирается сомелье определенные винная тема и к ней уже готовится еда да они наоборот акцент идет на вино вайм первый так секундочку вот да а здесь вот это вы видите тихую зону здесь на второй пар и кстати там тоже вот второй бар где лежит меню напитка да у нас визона для взрослых и бассейн бассейн и бар что-то немножко зависает пляжные мероприятия это тематические вечера например лобстер и шампанское или барбекю которые мы проводим на до как в определенных местах пляже ставим столики убираем что-то немножечко показывает немножко другой технический вот скажите сейчас видно большого китового акула на слайде правильно у меня перелистнулась видно спасибо лена так все по питанию да я закончила теперь переходим собственно активностям дальше в отеле ну самом начале я сказала что а то у нас южный ари соответственно здесь вводится большие китовые акулы большие китовые акулы вы помните да что они воспитаются флангтонами как я люблю говорить вегетарианские вот соответственно мы предлагаем экскурсию до к большим китовым акулам можно могут гости заказывать еще раз для тех кто позже присоединился напомню про наших шикарных мант и другую живность которые активно в отеле по спорту да у нас тоже большое разнообразие пожалуйста как современные так и классические виды спорта представлены без мотора который идут у нас бесплатно с мотором за дополнительную плату есть большой теннис есть сап и в общем так далее да для детей хочу обратить ваше внимание что у нас есть не только детский клуб 3 до 12 но и клуб для подростков до 16 лет вот у них программа детская идет расписание с активностями есть вот кулинарные классы видите слева у нас на картинке фото как раз таки кулинарные комнаты да где можно проводить такие мастер-классы вот конечно же для подростков есть приставки дополнительные но не только это там если настольный футбол этот салда который вот игры да вы тоже кидаются на такие вот настольные некоторые игры а вот пожалуйста имейте ввиду чтобы о подростках мы тоже предусмотрели для них некоторую программу для детей еще также в конраде проходит вот такая интересная программа трехдневная подводная академия 5 12 лет первый день у нас морской биолог рассказывает о морской фауне и они посещают подводные рестораны где-то собственно продолжают не знакомиться в 1 2 день вот видите здесь фото где детки меня катаются на подводные лодки это не подводная лодка это на надводный на умеет такой прозрачный пол да и продолжает собственно это погружение и третий день они делают поделки вот и уже там их награждают медалями сертификатами соответственно вот так вот они у нас уезжают наталья реновация в отеле было в прошлом году так дальше два спа-центра каждый на своем острове вот и напомню за что у нас основной спа-центр внизу да и вот как раз мы вышли и вот у нас вот идет вот этот второй они второй а ресторан спа-ресторан также у нас проходят гостевые визиты волны специалистов на сайте висит расписания и в зависимости от своей специализации они проводят еще дополнительные занятия которые также может могут кости присоединить сам спа программам для молодожен да мы недавно обновили не только сами бонусы которые мы предлагаем но и также добавили то что это у нас на годовщины свадеб на за есть шампанское фруктовая корзина шоколад ужин и строк блюд ну конечно же праздничная декорация кровати кстати наш хаускиппинг регулярно участвует в конкурсах вот недавно они ездили в мали выиграли там очередной конкурс по украшению кровати потому что они действительно стараются оригинально вот особенно меня впечатлило сейчас поделюсь уже впечатлениями у нас отдыхала певица пелагея и перед ее отъездом отдыхала она у нас не в качестве какого-то маркетинга акции вот просто частным порядком соответственно они выложили на русском языке и четверостиши из ее песни очень трогательное было естественно с помощью наших русскоговорящих коллег прямо вот такими буквочками вырежу вырезанными из пальмового пальмового листа вот поэтому такое внимание оказывает нас не только молодожену но и тоже гостям нашим разным русскоговорящим не только дальше продолжим массаж также у нас предлагается для пар небольшая фотосессия банные персонализированные халаты и еще лагун тур такая экскурсия у нас небольшая внизу также обратите внимание это один из вариантов проведения свадебной церемонии такой очень casual варианта это на нашем втором бассейне стелится такой прозрачный пол да и здесь ставится беседка кстати там можно дальше поставить стулья и вот такой проход очень красивые варианты в комарде для проведения церемоний ну и по спецпредложениям спецпредложения как вы понимаете они в системе посчитаны но что я хочу а на что обратить ваше внимание это то что мы продлевали вернее сократили наверное скажем проделись с по вот это и сократили наш сезон фестив до 26 декабря соответственно вот и скидки более глубокие будут 25 на виллу 25 на гидросамолет действовать до 26 декабря включительно и bb равно hb тоже будет у нас действовать а потом уже начинается фестив со скидкой 20 процентов так что тоже обратите внимание если у вас в этом в этот период до 26 раньше едут гости ну вот чтобы так сказать получить дополнительный бонус так ну и это мои контакты ватсап пожалуйста если какие-то у вас вопросы есть можете писать и сейчас как раз самый момент для ваших вопросов если у вас еще какие-то вопросы остались пожалуйста давайте я на них отвечу ну что же я не вижу вопросов да и так понимаю что вопросов у нас нет что тогда переходим к нашей викторине и вопрос у меня следующий какое у нас максимальное размещение в нашей подводной вилле мурака и кто правильно ответит на этот вопрос а вот я вижу марина ответила это было 6 плюс 3 так а вот сейчас мне пролистать часы тогда в чатик еще расскажу вам точно кто был первый вот марина соколова марина была первым кто собственно написал да написал марина напишите пожалуйста на вот эту почту которая у нас здесь указана битуби . инфо собака fs travel ком вот скажите что вы были первые да кто чтобы победитель викторин по конраду и соответственно коллеги из панельсан свяжется с вами и вышел там ваш приз коллеги большое спасибо за внимание я надеюсь информация была полезной спасибо за активное участие татьяна русскоязычный персонал у нас есть да вот частности кто обслуживают гостей у нас guest relation менеджер это как бы старшая в службе guest relations русская коллега так что за это можете не беспокоиться большое спасибо всем отличных продаж пускай у нас еще новый года впереди выпускает у вас продаются топовые пятерки прекрасной маржой да и продажи будут легкими и большими так что хорошего дня вот и отличного настроения до свидания